итак всем привет дамы и господа это новый выпуск карстейшин view меня зовут черкасов илья в гостях у меня александр шейнин александр привет привет и сегодня мы в очередной рассмотрим ваши прекрасные работы в каждом выпуске мы смотрим по 6 работ поэтому если в этом выпуске вы не видели свою работу она будет следующим это нужно чтобы в раной доле уделить всем время и мы не расползались и не записывали ревью на час на 2 которые естественно будет очень продолжительным итак первая работа это у нас вот такая вот пушечка это тестовая в room studio выполнена юрием так в целом что я могу сказать по этой работе ну первое что бросает глаза я скажу такое наверно самое очевидное это очень крупные какие-то волокна и они мне прям очень сильно прям в глаза мне бьют александр что ты вообще скажешь по этой работе но тут конечно много к чему можно придраться давай наверно начнем со снов начнем с геометрии вот там есть у него скриншот где показана сетка чуть ниже вот значит ну первое самое мое любимое это цилиндры вот эти вот всякие цилиндрические объекты значит как с ними работать вот здесь можно видеть что силуэт немного угловатый если во первых как вообще вот это проверять тоже надо поговорить потому что многие начинающие художники не знают вот если вы не знаете там какой поликаунт хотя это можно найти на форумах все эти установки сколько на какой ассад количество треугольников какое должно быть вот по силуэту если вы не уверены достаточно вас сегмент недостаточно что делаете берете берете настраивайте шейдер полностью черный и с полностью с ну с рафтасом выкручен на максимум то есть что бликов не давало ну и какой-нибудь контрастный светлый фон вот если у вас на силуэте проявляется вот эти вот углы значит надо добавлять сегментов и опять же тут важно положение камеры то есть если мы говорим про hero asset то естественно камеру приближаем настолько близко насколько это будет все отображаться в игре если мы говорим про какой-то пропс и это допустим игра с видом от третьего лица то камеру соответственно тоже надо на таком же удаление расположить от этого объекта как она будет в игре и опять же вот этот проверяем на силуэт ну и вот тут можно заметить вот эта часть пушки задница ее которая упирается вот в деревянную часть от одинаковое количество сегментов у него идет по основной части и также она одинаковое количество сегментов приходит туда вниз только вот на последний вот так кружочек такой есть и перед ним еще ряд и джей вот там уже какой-то коллапс происходит то есть происходит уменьшение количества сегментов но вообще такие вещи как бы надо еще больше сводить к минимального цилиндра то есть я не знаю сколько тут может так 20 сегментов вот в этой последней окружности да 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 вот надо еще больше коллапсить то есть вот эта геометрия она здесь нахрен не нужна потому что никто близко разглядывать эту часть особо не будет вот сможет нормал да да и не сможет вот можно сколлапсить а вот нас на где больше диаметр там наоборот надо как бы добавить сегментов чтобы она сбоку не казалось такой угловатый далее ну да я согласен я скажу я кстати если мне память не изменяет у варгейминга документация есть как раз есть какому диаметру нужно сколько но это всем интернете можно найти сколько нужно и g чтобы не смотрелось угловата на эту тему прогуглите да но вот универсальный способ это как раз проверка силуэта черный черный силуэт и светлый фон и видно не видно углы дальше вот здесь если обратить внимание на и g тоже интересный такой момент потому что где-то у него был присутствует где-то нет и был вот на вот этих вот деревянных частях окремленных железкой вот он здесь настолько тонкие вот какой смысл было его делать вот то есть здесь надо что сделать либо его сделать пошире то есть чтоб какой-то толку от него был потому что опять же никто близко подъезжать камеры так не будет чтоб его отглядеть люби его вообще убрать вот дальше по геометрии вот эти вот крючки очень интересно мне нравится что это почему они такие тонкие ну не знаю я не знаю какой там референс может быть конечно она так и есть тут вот но нет это не он выглядит это все как я не знаю как скрепки какие-то для бумаги очень тонкие мы сейчас посмотрим тут вроде бы как раз есть по моему здесь уже потолще ну здесь да сейчас я посмотрю ну да чуть потолще непонятные сережки можно было бы увеличить и еще один важный такой момент вот функционал как бы этой пушки рассмотрим его вот у него здесь есть трос который цепляется опять же за верхние крючки вот там тоже на сетке видно что они через чересчур детализированы по моему и опять же тонкие трос этот сам тонкий я посмотрел вообще как выглядит мортиры и вот этот поворотный механизм то есть что здесь как бы в реальности должно быть вот этот поворотный механизм ручка и шестеренка спереди на него должна быть закреплена либо цепь либо тоже такой трос он регулирует пушку с передней стороны и задней там либо вот какой-то такой стопарь как у нее нарисовано должен быть либо подобная конструкция значит здесь какой недочет здесь вот этот шестеренка и вот этот поворотный механизм он как бы не пришей рукав потому что вот если другой вид посмотреть сбоку вот эта шестеренка она ни во что не упирается и поворотный механизм он ничего не крутит а по идее тут тоже должна была быть цепочка он здесь видно как раз на этом виде то есть зачем это ну бывает ситуации когда там какой-нибудь ну тебе дали задание с концепт-арта вот это все переделать и непонятно как она работает да непонятно как она работает но вообще как бы надо было что-то пририсовать я бы вообще бы я бы сделал немножко по-другому я бы вместо этого троса сделал бы цепь и и как очень легко и не полигона затратно сделать можно цепочку запечь на цилиндр причем цилиндр у него должен быть в основании ромб то есть как бы он получается и плоский одновременно и в то же время на шейдинге он дает некий объем от и как бы сделать вот этот тот сплайн из которого сделан трос двойным так чтобы со всех сторон вот это альфа цепи твоей она была видна тогда у тебя полигонаж останется практически тем же самым что у тебя на тросе ну то есть два раза увеличится за счет как бы сплайна но выгодить это будет более реалистично ну и соответственно и толще ну на вот можем перейти дальше наверно по этой работе не 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 давай разберем текстуры посмотрим что там потому что там тоже очень интересно все вот и по развертки и по самим текстур com там чуть ниже вот опыт да not развертка смотрим тоже как-то непонятно написано у человека что он делал в мае там и вилай аут вроде как бы хороший такой упаковщик но ну и мне кажется тут проблема с пэддингом и по моему это еще частично расставлял сручную потому что он вручную это все делал по мне думаешь но в общем хотя это очень среднем хотя очень странно если бы то вручную нас очень ладно странно уложен почему эти большие куски они наверху они внизу то есть опять же очень много ну то есть скорее всего это автоматом и плохо настроена опять же я никому не рекомендую если вам не очень быстро там это все автоматом делает лучше всегда ложить руками исключение там какие-то крупные объекты или это нужно сделать там чисто так на быструю руку да но опять же если это у нас три пола и ассет извините меня вот это вот все можно было разрушить разложить руками и во первых у вас текстиль бы увеличился в несколько раз определенные если вы разложили бы эти кусочки потому что например большие вот эти вот шейлы можно было положить вниз от больших к мелким наверх и это можно было бы в несколько раз увеличить опять же если ты оставляешь пустое пространство почему ты не можешь например да у тебя общий текстиль но какие-то мелкие детали ты мог бы увеличить два раза раз у тебя так много места остается как бы этим нужно пользоваться извини меня мы тратим один кол то есть мы тратим одну текстуру как бы это нормалка она как бы что-то весит и в движке вызывают отрисовку почему ну то есть попросту теряем ресурс по факту не используемый возможность увеличить текстиль некоторых местах но как бы поэтому за развертку это определенный минус я скажу к сожалению да 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 потому что из-за того что слишком близко расположены вот эти вот вертикальные полоски вот все это на миг мапа конечно пропадет вот плюс плюс еще некоторые ювишелы вот допустим вот чуть ниже вот есть вот эти вот прямоугольники они какие-то скошенные вообще как бы надо стараться делать на хард-сёрфасе и вообще практически везде идеально ровные края почему потому что когда у тебя в движке при отдалении начинает используются текстуры меньшего разрешения вот эти все диагональные вещи едут песенка неровные это все сразу превращается пиксельную лесенку и вылезает поэтому старайтесь делать все ровно в максимально квадратно я за какие ты шелла говорит что они не квадратным что я тучу слева от кружков очень вот это вот она не поправе и правее по диагонали двигаться правый верхний угол вправо право да да вот слева от этих кружков я так понимаю этот пуш а вот это вот она да 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 по ним видно ну то есть можно было нажать кнопочку strange uv с майки и все было бы замечательно то есть она уже квадратная просто иногда даже такие шелла которые полукругом месяцем до их и старается раскладывать в сосиску такие ну то есть это намного проще нежели какой-то вот такой вот полу месяца раскладывать поэтому ну то есть опять же люди делают анфолты считают что это прямо лучший вариант для этого шела даже если он у вас имеет некую форму до под сгибом лучше его strange чтобы был ровный аж потому что опять же да в движке это все это все потечет и нормалка и альбедо все ну то есть лесенка будет в первую очередь что очень напалится ну и плюс еще карта металл нас вот я тут вижу много серых тонов вот как бы вот эти серые тона в workflow когда у тебя металл нас раф нас вот в самое правое я так понимаю него металл нас да 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 серые тона не очень хороши значит почему потому что но вообще вот этот принцип пбр у нас в реальном мире нет именно такого что металл не металл ну то есть диэлектрик металл вот у нас как бы более физически корректный workflow это specular glossiness поэтому многие художники зачастую сталкиваются такой проблемой когда ты там допустим делаешь какую-то скажем часть полностью металлическую оцинковку там я не знаю ну очень светлую и потом в этом workflow еще накладываешь на нее грязь возникает белые края вот вот из-за того что у тебя серый металл нас у тебя металлические части они не будут в движке выглядеть достаточно реалистично как металл потому что в движке все равно происходит интерполяция и получается такой frosty эффект то есть здесь что надо было сделать здесь все части которые может быть в реале и является металл ну как вот допустим вот сама пушка да она какая-то чугунная по сути это металл но конкретно именно металлом в как бы графики внутри движка у тебя должны быть только сколы вот за счет этого будет все выглядеть более реалистичный пропадет этот frosty эффект то есть белый черный и какие-то минимальные залазили в сторону серого а такого что прям целый участок серый ну нет такое конечно в работе не примут но нам вот ну по картам мы здесь проговорили давай еще раз посмотрим на саму пушку сейчас разберем текстурировалки что то есть неприличное сейчас гляну быстренько просто тут такое еще не особо так все видно но вроде бы никаких очень сильной компенсации я не вижу так так чему мы идем в текстурам теперь да мы теперь разберем текстурирование на основе этой модели вот здесь во первых видно на некоторых криншотах где есть от колеса там черный дурай до черного ложки значит откуда он в основном возникает это возникает при запекании когда у вас хай поле она достаточно с гладкими фасками чемфер бэвил но у неважно в зависимости софта как называется вот а лоу поле у нее этой фаски нету поэтому происходит так называемый эффект волнистости или вы винас значит как с ним бороться можно запекать следующим образом вот вы допустим создали вот этот колесо сделали его из цилиндра скажем 16 и джами то есть в основании вот это ваша лоу поле конечно который уже пойдет в игру но запекаете вы не на нее а просто накладываете на этот же объекта скажем так труба смув ну короче какой-нибудь смув причем таким образом чтобы он сглаживал не всю модель а сглаживал только по смотрим группам то есть у вас также остается кружок но количество сегментов добавляется запекаете вот на такой цилиндр то есть труба смог добавили у вас получился 16 сразу 32 выявлен из эффект пропал дальше когда вы это вставляете уже ли в пакет текстурирования либо же финальная модель там вы просто этот модификатор сверху удаляйте но если мы говорим про макс в блендере по моим тоже там модификатором смув сам движим по называется как-то тогда просто удаляете у вас все равно текстура остается на том же месте но нормалка выглядит более ровно потому что вы исключили вот эти вот провисания где на хай поле у вас кружок на лоу поле у вас прямая линия вот эту всю информацию как можно найти на формах она уже десять раз обсуждена рассказано но как было до сих пор встречается вот что дальше во первых тут вот ты правильно сказал проволокна на боковой деревянной части это прям очень сильно бросается и и да 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 в два раза вот смотри еще деталь внизу вот где вот эти доски там все нормально то есть такое ощущение что разные такси да 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 просто скейл слишком крупные на боковых частях вот соответственно текстура по ходу 1 вот потом опять же стандартная такая проблема вот опять же frosty эффект мы видим на колесах вроде как бы это должен быть металл вот это окантовка вдоль колеса но выглядит все как-то непонятно только как пластик то ли как какая-то такая эмаль в общем с раф носом тут тоже беда надо это все подкорректировать но опять же убрав серый металл нас во-первых дальше уже что-то делать похоро значит по дереву я бы еще добавил уж что какой-то цветовой вариации именно отдельным каким-то частями но по дереву тут много это это знаешь как давай лучше сейчас это чуть позже поговорим потому что это как бы отдельный блок износ сейчас мы просто разу рассмотрим такие вот базовые матери мы документацию какую-то пишем да по этой работе да 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 ну школу откроем свою xyxz назовем вас не засудили y face назовем до игры face вот и касаемо давай уже перейдем конкретному износу и что делает вообще вид вещи реалистичными во-первых раф нас раф нас это вот 90 процентов успеха вашего текстуринга в общем на что тут нужно обратить внимание когда вы начинаете добавлять на базовые материалы как у них грязь прочие всякие вещи типа потеков ржавчины и так далее значит раф нас канал на этих на следующих слоях с этими грязями и прочими вещами его надо переводить из режим наложения normal на linear dodge overlay или прочее чтобы было смешивание потому что в реальности мы там допустим видим когда на тоже дерево попадает какая-нибудь грязь со временем она выветривается то есть под ней текстура самого дерева как-то влияет и вот эти вещи они должны накладываться друг на друга тогда выглядит это все более реалистично потом дерево она как бы тоже состаривается тоже какой-то воздействие окружающей среды имеет там где металлической части там вот у него сделано затемнение но она настолько сливается как с общей текстурой дерева ну ну вот его надо контрастнее это же такой момент когда вот всякие вот эти вот вещи и jv раз ты прочую ерунду делаете она должна вот этот весь износ он должен быть контрастный тоже отдаляете камеру тот вид который должен быть финальной игре и смотрите заметно со стороны незаметного допустим вот если вот эту пушку удалить скажем для вида игры от третьего лица вот то что он там нарисовал серым по краям она уже не так заметно не так бросается в глаза ну и стандартный набор износа то есть грязь снизу от земли есть эту пушка катили на нее попадали какие-то там пыль вода из луж прочие вещи потом высветление сверху то есть это все делается градиентами вот и воздействуется на альбедо то есть так называемый эффект санблич когда у вас солнце выжигает сверху весь цвет это очень хорошо кстати видно на фонарях и прочих таких конструкциях когда верхушка фонаря она более светлая чем низ который у земли вот потом еще что можно сделать можно здесь наложить также текстура ambient окклюжен на альбедо в режиме оверлей или мультиплей чтобы и и еще первую черт тоже в режиме не скажем линия дочь для чего это сделать чтобы края у вас выглядели более яркими относительно основного полотна вот здесь как бы такая на плоская текстура но нам вот то же самое для металла идет и вот эти вот всякие вещи их можно в конце в стеке на самый верх запихнуть но я только заметил тут стык не проработа немножечко в это дерево непонятно как он входит туда или не входят просто геометрию геометрию вставлено что то есть нет грязи память окклюжен вот где она должна собираться нет износа так но из нас опять же сгенерирован генераторами то есть можно использовать вручную кисточками как-то пройтись часть убрать часть оставить где это физически корректно можно использовать стен силы что лучше всего то есть берете скажем даже просто сами вырезаете с фотографии какие-то сколы на деревянных поверхностей них потом используйте как маску и прорисовываются детали но короче обычный да 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 ну вообще в целом вот это вот ситуация я просто не пойму это реально сейчас надо понять почему тут нет перехода обычно но вообще геометрию геометрию просто так не вставляешь должен быть обязательно какой-то логичный переход тут или надо дерево как-то показать как будто она вставлена туда но я так понимаю это была девяшка и по бокам прикрепили почему углубления нету на нормалке непонятно к сожалению спас какой-нибудь нужен на плюс сами колеса опять же это микро но как бы да они одни и те же но можно было и хотя бы на пасте покрутить под разными углами во первых чтобы не то есть вот этот вот износ который палится везде можно то есть чуть-чуть покрутить это было бы немножечко разнообразие хоть они одинаковые все но а так в целом да как бы основные проблемы тут именно с текстурами ну и плюс сам рендер еще опять же не хватает вот как от контраста не хватает свет то зачем почему не но это я так же у него есть какой-то филлайт у него есть я смотрю тут лампочка сверху то ли это все один я не знаю но vision такой очень-ка будут несколько источников но опять же да чуть-чуть контраста просто в мармасете где-то там это рендерал контрастика подкрутить было бы еще лучше так сказать так но что-то еще есть сказать по этой работе или пойдем к следующей пойдем следующий пойдем следующий так следующая работа так сколько у этих пушек это вот такой вот это такое радио до у которого конечно же есть определенные проблемы и самое что бы бросается в глазах это прекрасный ремешок который естественно нужно было проработать лучше и сама грязь которая сделана даже не генераторами обычными филлерами с гранжами вот эти вот пятна они очень выглядят странно и по текстурам то тоже есть определенные проблемы но я думаю ну и по целом по сетке тоже вот такие вот вещи эти звезды их можно коллапсить и превращать их нечто более адекватной в целом точно также по геометрии вот эти вот ремешки тут очень много то есть можно было намного меньше сделать ну такие рабочие моменты в целом но по модели имею ввиду и но тут опять же да геометрия опять мы видим острые углы то недопустимо вообще когда делаете хай поле с реальных объектов надо как бы закладывать такие фаски скажем что порой где-то примерно на 20 процентов больше чем в реальной жизни то есть в реальной жизни конечно у нас там есть всякие острые углы особенно металлических поверхностях но поскольку мы это все делаем для игр где это все будет и издали рассматриваться и чтобы это все не скатывалось в графику а-ля 96 год вот надо чем фиры был ну паски я имею ввиду делать чуть больше вот здесь что можно было сделать здесь можно просто взять вот этому художнику эту модель добавить фаски на лоу-поле от перепечь но предварительно хай поле тоже сделать фаски больше чтобы было видно грань круглая вот геометрия да действительно здесь перерасход полигонов на вот этих вот металлических частях куда ремешок крепится сам ремешок он висит в воздухе я погуглил вообще вот этот радио просто откуда тремешок это либо просто лежа был на референс и либо он жесткий но вообще я бы его положил вот да ну вот он сейчас был там так кожаный какой-то сокол блин хорошо что риф открыли он по материалам вообще не такой как здесь на самом деле ну вот человек начинающий черт все с чего-то начинали да тут он прям такой софтовая здесь вообще другой пластик ну чувствуется но в целом да как бы ремешок во первых у него две стороны до разные этот смотри ремешок тут вообще непонятный тут острые грани то есть непонятно что там запекалась хай поле вот и сам материал плюс вот эти вот еще кнопки ударе ремешок сварочная бы в геометрии все таки сделал бы ну сам ремешок можно было естественно вот это вот лямочку она была бы еще круче смотрелось на самом деле еще момент как бы вот по этим дыркам который где динамик да во первых на хай поле можно было сделать динамик там на некоторых референсов видно что за дырками там как раз обычный акустический динамик можно все было запечь чтобы это интерес можно было потом если вот вы такие вещи делаете типа дырки в объекте которые там ну куда-то уходят в пусто в пустоту уходит в тьму значит вот эти вот черные кружки их надо было заливать абсолютно черным делать максимально раф нас единичку ставить то есть полностью не глянцевая поверхность и металл нас для чего чтобы у вас свет поглощался этими частями то есть чтоб они не бликовали здесь же видно что они серия то есть сразу возникает вопрос это не дырка это просто какая-то вот решетка на поверхности решетка лежит на самом деле да я бы тут еще вот что сделала можно было по-хорошему как сделать можно было естественно тут немножечко нормалка их утопить ну то есть не плоскими а за этим поставить или plane или и запечь туда именно динамик якобы что там и какая то есть интро добывается резина ну и по текстурингу конечно много чего еще делать но ничего придется опытом во первых вот этот бамп он везде практически одинаковые без износа да да одинаковый без износа во первых он должен его не должно быть на краях потому что края затираются не но тут видишь тут на краю он что-то помял это это просто альбедо я вижу до сих пор остается вот то есть можно было вообще полностью убрать то есть гладкая поверхность износилась и затерлась и так далее группа не это жесткий начнем с этого потому что и он не такой найзовый плане скейл не такой серьезный как на рефи они во первых чуть побольше они почуть послабее плюс вот эти вот все вдавленные части видно что на сгибах их вообще нету то есть вот эти вот все повороты во первых они тут круглый да я не знаю это тот референс это не тот они тут треугольные да этого не должно быть плюс на обратной стороне я тоже когда еще смотрел вот эту часть на каких то поворотах сгибах этого тоже не нужно быть вот в углублениях но и за тоже не должно быть то есть можно было или разали руками прорисовать на самом деле вот почему эта кнопочка которая как бы внутри она не есть этот шум то есть такие вот моменты как бы ну опять же все вот эти экструженные шрифты и всякие символы можно было бы добавить ворб какой-нибудь на них чтобы они не казались такие четкими ровными гладкими да вот ну и стандартный набор грязь по а о цвет то есть выцветания сверху затемнение снизу и во всяких выемках ну и еще раз выль про эти острые углы как бы человеческому глазу ему гораздо приятнее смотреть на вещи более скругленные это как бы такие основы дизайна поэтому даже если вы делаете вот такие вот острые фаски все равно надо добавлять какой минимальный на них чемфер чтобы так угловато не смотрелось ну да потому что это сразу сразу грамм глаз очень сильно напрягает так ну и в целом работа это стекло или это пластмасса это память из пластмассовой на опять же можно было гаранжами это скорее всего просто текстуру наложили на опять же вот тоже не видно четкого контраста в то есть все равно сливается вот эта панелька с основным телом вот этого радио да но больше всего смущает вот эти вот большие пятна но вообще в целом вот если по-хорошему брать во-первых это все убирается я имею ввиду по текстурам делается разные цветовые вариации там с помощью разных шумов гранжей потому что первых сплошной цвет это раз и пыль она ее не спасает вот эти вот пятна я не знаю это якобы грязь но грязь она не выглядит такой жизни там может быть это масляные пятны почему они тогда ну то есть я просто пытаюсь найти объяснение почему они такие большие почему они так выглядят он пытался сделать какой-то износ во-первых где царапины это раз это объект который естественно ну вот я вижу на стекле царапина это окей ладно но по самой модели если там брать опять же вот этот вот рев можно рассмотреть вот даже то же самое стекло так но она по пылючке он тут конечно сделал но в целом да тут по текстурам нужно еще ну то есть эту работу можно было сделать здесь раз намного лучше просто нужно понимать есть какие-то основные правила там затемнение грязи где належит и какие-то акцентные вещи которые делают эту работу более-менее уникальной и интересной там я не знаю как это может быть особый царапушка или маленькая трещинка у этой пластмассовой панельки которая здесь поэтому старайтесь использовать там всякие стен силы декали потом можно взять материалы там скажем с тех же самых мега scans на их основе что-то сделать можно я даже не знаю просто вот брать вот эти референсы переводить их фотошопе из них делать маски тех же загрязнений вообще для начинающих еще тоже такой немаловажный момент это сканы самих модели на мега scans они тоже есть то есть ли чего они нужны вы берете их скачиваете загружаете там какой-нибудь мармасет неважно и смотрите от какие там вообще цветовые величины какой раф нас у них какой металл на то есть как как реальный объект выгодит внутри вот наши пибер системы да и вообще в целом вот вы должны прийти к сознанию того что все генераторы и все эти вот автоматические вещи которые в принтере есть это может быть выглядеть как основа которую сети нужно дорабатывать люди переходите на станции паки которые во первых можете элементарно найти картинку в интернете и взять уникальную маску и прорисовать ее потому что ни один генератор вам такой эффекта не даст какого-то либо-то износа да сейчас на встрече не куча их продается опять же но можно если там очень большое желание зайти там интернет на google где-то все пойти вырезать ульфу и это отлично использовать своей работе кто не понимает станции это мы берем картинку например ржавчины у нас и силуэт этой ржавчины уникальным который генератором будет 3 сделать очень трудно да она очень крутая там или например деревянная какая-то поряд слоение дерева да мы берем ее вырезаем фотошопе делаем ей маску загружаем в пейнтер и есть такой инструмент станции который позволяет нам перед лицом стравить ставить альфушку до любую картинку по ней прорисовывать маску то есть по-русски трафарет до трафарет то есть это лучше нежели из полигенератора потому что генератор это не панацея от всего генератора это зло вы должны использовать только их в базе любой износ по и джам тот же самый то есть программа не сможет за вас сделать это уникально то есть она может конечно то можно добавить саб тракт другой маской что у вас на и джах эта маска немного вычиталась но опять же когда у вас работа сделана только генераторами это все очень печально потому что это требует определенную ручного труда возле этого есть референсы вы должны понимать что делать этот объект ну реально ощутимый тут даже вот этот динамик на заднем фоне видно что вот тут даже еле видно и такого эффекта естественно можно добиться за счет тех механик которые у нас есть на данный момент вот поэтому целом работа окей но эта база которую естественно в технической основе нужно переработать текстуры тоже так предлагаю пойти к следующей работе следующая работа это у нас вот такая вот пушечка честно говоря она мне напоминает вот это вот банка на конце у нас в колодите модерн арфейр там можно было автоматом у мотоцикла вытаскивать такие вот банки используйте как глушитель вот точно так же но выглядит в целом что я могу сказать вот какой-то общий mood это выглядит интересно но это все портится сразу вот этим вот ремешком который выглядит очень странно то есть банка вот это вмятина вот это вот все уже такое это что-то у нас три половины что очень крутое но какие-то отдельные детали вот это вот обмотка очень странно но все портит естественно и вообще в целом то есть мысль у человека было сделать очень круто но в деталях есть моменты которые нужно учесть то есть опять же по текстурам это раз во вторых по тому как делаются определенные вещи то же самое вот это вот а ма . потому что если текстуры на этой работе были бы намного лучше в плане самого металла акцентов загрязнения то она выглядела бы еще круче что может сказать по этой работе я первое именно самое главное в этой работе что хотел бы заметить это не делайте рендер на черном фоне на черном фоне обычно делают если что-то хотят ну убрать или придать более интересный вид хотя на самом деле текстуринг тут конечно желает еще лучшего тут с чем надо сравнивать вот вот этому художник который делал работу есть такой художник его зовут дмитрий бутенко по моему он как раз вот работал на метро много таких пушек вот и вот сравнение с его работами тут сразу восплывают все косяки ну во первых черный рендер здесь убрал некоторые блики здесь освещение еще мне не очень нравится она какое-то пережженное вот на видео еще более-менее а если мы посмотрим просто скриншоты там видно что вот допустим вот на этой банке блика нету и она как бы вот в черный уплывает пропадает полностью вот а на некоторых частях блик настолько яркий что вообще непонятно что там происходит вот опять жираф нас канал то есть металлические части вот скажем рукоять еще ладно нормально а вот приклад сама вот эта основа который замотан изолентой она сливается вот у бутенко опять же можно посмотреть как допустим грязь располагается на изоленте но даете ленту очень крутая четко у него видны вот эти переходы контрастные в краснос на металле вот ну и в целом опять же грязь по ох и g которые должны быть чуть светлее чем основные тела и стандартный набор по текстурингу ну да ну и плюс добавляем рожавчину стен силами всякие потеки масла на глушители на тем более это оружие тут она у игрока перед лицом естественно тут нужно детально нарабатывать все очень плотно вообще как бы совет всем художникам по оружию по пропсам смотрите как работают топовые художники как раз оружейники потому что там очень много вот этих всяких деталей масло всякие потеки пороховые вот эти следы выгорания там очень большое разнообразие всяких вещей как раз в раф насти вот если я не знаю можно рекламировать нельзя есть такой художник александр халиман том от он бутенко еще один не помню как зовут но все короче по моему с метро вот у них недавно был неплохой стрим на канале по моему сиджи алайз ради они как раз текстуре ты показывают эти все вещи и там халиман как раз объясняет как ну принцип вообще работа оружия из-за чего это грязь из-за чего другая где вот эти вот все вещи получаются и как это в пинтер текстурить ну это же самое соответственно с пропсами просто там вот все вот эти вещи разобраны в пропсе то всяких ящиках и прочей ерунде вся такая же система то есть логика появления грязи логика появления потеков это все можно применять на разных объектах и наружи и на пропсах надо просто нужно уметь анализировать детали вот например тут то же самое деревяшка вот это вот она сделана очень круто и это реально чувствуется то есть прибор бесшумный перформации отлично но то есть да то есть опять же те же самые опять же но я вижу тут видишь какой-то износ с помощью станции лсд вот эти вот какие-то менталы но опять же ну то есть он на верном пути но там если мы говорим про тупого художника опять же нужно нужно очень-очень много стараться это неплохой результат на самом деле но это можно было сделать намного еще лучше то сюжета достаточно детали но требует дальнейшей проработки а перебить конечно ну блин ремень я не знаю вот что с этим ремнем он не чувствуется абсолютно никак та же самая изолента она типа окей но если мы сравним с изолентой вот здесь видно что она прям затянута тут изолента как будто просто как веревка на меня намотана и все она не чувствуется плотно прилягающей здесь же ну вы же знаете как работает изолента и какие на не естественно есть даже можно не знаю взять саму изоленту намотать ее это может meeting разные элементы ну то есть там как она ложится друг на друга на самом деле это идея можно взять намотать изоленту просто посканить и у тебя будет серфис это изоленты как она Можно собрать эту пушку, засканить и выложить, сказать, вот я нарисовал. Ну да. Не, на самом деле, я, насколько знаю, пушки вообще не сканят. Это проблематично. Хотя, на самом деле, то есть, по факту, можно же разобрать там любой калаш и его отсканить, у тебя будет суперкруто, но любой отсканенный калаш он будет выглядеть хуже, чем калаш на метро. То есть, как бы, потому что тут еще дополнительно куча-куча деталей добавлено, додумано, доделано, концепты артистами, еще самими художниками по оружию, то есть, ну, это высший уровень все-таки, поэтому. Поэтому это лайк, ну, то есть, что-то еще можешь сказать? С натяжечкой должен будет. Да. Лайк с процентами. Так, ну, все, идем в следующей работе или что-то еще, можем сказать, по этой... Да, в принципе, все. Пушечки. Так, следующая интересная работа. Вот такая вот, я так понимаю, собор некий, да? Во-первых, то есть, нужно понимать, что, ну, к чему стремится человек. То есть, если мы говорим про какие-то игровые здания, да, нужно понимать, что они никогда не текстурятся уникально, потому что это очень жирно и это очень... Это очень жирно для движка. Обычно такие вещи, они делаются тайлами, тримами, масками и прочими вещами. То есть, опять же, если мы говорим про то, что и сейчас, это человек, он архитектор, и он, я так понимаю, сделал эту работу, но он и сделал ее в Unreal. Да, если он сделал ее в Unreal, тогда вопрос, если мы так много ресурсов затратили, почему мы не использовали себе преимущество в Unreal, те же самые декали, вертекс-принт и прочие вещи. Вот. Что думаешь, под этой работой? Ну, во-первых, тут у него видно на одном из рендеров, там четкий шов на штукатурке, вот эти окна такие витражные. А, беленький такой. Сейчас я тебе скажу. Ну, я... Да, вторая картинка, вторая картинка, там, если приглядеться, если открыть на полный экран, видно, где у него шов идет, прям проскальзывает. Вот следующее. Он примерно посередине между окнами. Посередине между окнами? Вот, смотри, вот здесь, кстати, интересный момент. Вот здесь, если приглядеться, можно увидеть эффект бабочки, вот на первом скриншоте. Так, я запутался уже о них. Так, вот это первое скриншоте. Да, можешь вот этот вот открыть. Чуть правее дверей. Вот, смотри, между окнами, видишь эффект бабочки? Ну да, вот это вот. Вот здесь у него шов. Вот если следующий скриншот открыть, вот там на удалении получается полоска. Как раз вот те же самые мипмапы. Вот, как бы, таких, вот видишь? Да-да-да, вот оно. И вот оно пошло везде у него. Ну да. Вот, значит, ты уже сказал, что такие вещи, конечно, все делаются тримами, чтобы такого не было. Плюс, когда вы делаете тримовые текстуры, то есть, как это выглядит? У вас, по сути, плейн, на него один материал, там, штукатурка или кирпич. И дальше вы его раскладываете уже по модели. Ну, это на ЮВИ уже делается просто модель. Раскладываете ЮВИшки на как раз полный вот этот вот квадрат вот этого материала. Его хорошо каким образом делать? Чтобы он был не такой однородный, как здесь, а чтобы сверху, допустим, у вас были потёки, скажем, от дождя. Снизу, опять же, вот эта грязь от земли. Вот здесь вот у него вот этот молдинг нижний, который обрамляет основную часть церкви, вот как раз под штукатуркой. Вот, на нём есть грязь. На самой церкушке она тоже видна, но не так контрастно, как вот на как раз вот этой части под штукатуркой. Плюс вот ещё кирпич, зона, где циферблат, вот этот вот коричневый кирпич, как-то, ну, не знаю, на мой взгляд, он слишком сильно однородный в этом месте. То есть, можно было ещё немножко белым разбавить. Вот, плюс ещё вот эти красные двери наверху, колокольнях. Тоже как-то они выглядят однородно, хотя дверь на самой церкви деревянная, которая внизу, вот она достойно выглядит, на ней сразу видны вот эти вот все затемнения в пазах, вот на гравировке. Можно было вот то же самое перенести на вот эти красные двери, чтобы избавиться от такой однородности. В целом, конечно, работа классная. Вот. Это не для геймдева, потому что здесь перерасход полигонажа. Ну, по-хорошему, да, вообще надо было бы понятие разбить, как это делается адекватно. То есть, там, может быть, двумя каналами, да. Первый канал, это у нас будет тоже самый тайл, или атлас, тоже самый вот этой плитки, штукатурки, камня, да. Второй канал, у нас идут тримы декали, да. Это вот такие вот вещи, потёки, которых тут нету, к сожалению, да. Такие вот вещи. То есть, ну, в целом, достаточно туториалов есть на восьмятом левеле того, как делаются такие вещи. Никогда не делаются уникально, поэтому так никогда не делайте. Просто на будущее. Плюс, опять же, если мы, ну, это было, можно было бы ещё намного разбавить, но, опять же, тут само строение, оно интересно. Я не знаю, что это за собор. Тут не написано. К сожалению, я посмотрел бы его реальные референсы. Я был убеждён. Не, вообще, то есть, по факту, мы что-то подобное делали для одного проекта. Тоже какую-то армянскую церковь, грубо говоря, для, не буду называть, там, да, все дела. Вот точно такое же делали. Очень долго-долго игрались. Опять же, всё вот это вот, всё, что делается здесь, это можно сделать по пайплайну для игр, да, тайлами и тримами. Плюс это, плюс, то есть, опять же, если мы говорим, вот, тайл и тримы, всё, вот это вот, оно будет выглядеть не очень. Мы берём, разбавляем это декалями в Unreal, Vertex Paint, там, плюс по маскам можно, во-первых, это всё отлично сделать. И это будет всё выглядеть в конечном итоге шикарно, более-менее, да. Поэтому, то есть, как-то оценивать эту работу с точки зрения, как, пропса, ну, это странно, а геймдев какой-то структуры. Можем оценить только текстуры, да, грубо говоря, в целом, и какие-то косяки основные. Но я вижу, крыша, она прям, определённый паттер какой-то повторяется. Но здание интересное, хорошо, что замоделил. Ну и на будущее как бы про пэддинг не забываем. Тут человек сам пишет, что он пришёл с архивиза, вот, надо делать пэддинг между ювишелами. В геймдеве такого не допускается. Почему? Вот мы как раз сегодня разобрали вот эти вот швы на штукатурке. Да. А тут вот всё вплотную. Потому что, как ни крути, какую бы вы крутую модель ни делали, скорее всего, её в движке сожмут. Ну и даже не, скорее всего, её сожмут. Во-первых, если вы делаете 4К, скорее всего, в движок её будет загружать в 2К или 1К, и потом средствами самого движка в игре оно будет в зависимости от дистанции, оно будет уменьшаться, уменьшаться, ну, ладироваться, грубо говоря, да. То есть, вот эти вот все вещи вы можете загуглить, как это, там есть пример в интернете, как с увеличением дистанции, там оно уменьшается, это 4К, 2К, 1К, и посмотреть, как оно всё сжимается. И даже там в любом софте вроде бы можно просчитать, он там таблицу выстраивает, там 256 пикселей, как оно будет, какое расстояние будет между шеллами. Потому что, когда оно в куричу жопку будет всё сжиматься, оно будет на друг от друга налазить, и это всё будет печально. Поэтому определённо нужно делать паддинг. Ну, я надеюсь, человек это всё автоматом текстурил, потому что это вручную разложить, это с ума сойти можно, конечно. Я бы такое не сел вообще уникально раскладывать, это безумие. Ну, и вообще, мне интересно, какой тут Excel, раз он так уложил, и какие у него там карты? Что он это написал? 2К? 2К. Понятненько. Значит, этот Excel у нас сколько получается? Если 2К на метр. Ну, при такой плотности это надо ещё посчитать, конечно. Так, ну, что-то ещё можем сказать по этой работе или идём к следующей? Да не, в принципе, всё. Работа неплохая, но это не для геймдева. Начало хорошее. Начало хорошее. Так, следующая работа это у нас вот такой вот грузовичок. Кстати, по поводу вообще техники грузовиков у нас было ревью с художником из Valve, да, и там как раз мы разбирали технику, там хорошие примеры, половина из того, что там было сказано, это будет, то есть, а Максим Арестов там закрыл все вопросы по технике, можете пройти, по ссылке я где-то укажу и посмотреть именно на этот участок по технике, потому что всё, что там, это будет применимо и к этой машине, но сразу всё, что первое в глаза бросается, это уникальный из чёртовых генераторов, потому что вот это вот загрязнение на протекторе, во-первых, оно очень шумное, начнём с этого, потому что там контраст выкрученного гугла, во-вторых, это очень сильно палится, это раз, во-вторых, вот эти вот царапки продольные, скорее всего, это кисточкой было сделано, это видно повторение везде, естественно, плюс сама ржавчина, или что это, вот это вот пятно, не контрастное, мыльное, оно выглядит очень странно, я не тому, что это, или это, знаешь, пожелтение, поржавение какое-то, или это реально ржавчина, опять же, подтёки и такие детали, вот, и оно всё, ну, плюс ещё фаски, опять же, это то, что в первую очередь бросается, вот здесь вот именно, можно было бы сделать ещё раз, ну, ещё потольше, потолще, грубо говоря, чтобы это выглядело ещё лучше, так, что думаешь по этой работе? Ну, тут опять стандартный набор ошибок, если мы раскроем вниз, там как раз есть сетка, опять перерасход геометрии на маленьких деталях, а большие детали как раз не хватает сегментов, вот, вот здесь вот, допустим, можно видеть на фарах, на дисках, да, 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 вот, чересчур даже, это всё, как бы, не нужно, вот, ну, и по текстурингу, естественно, нет, тут есть положительные моменты, тут, вот человек добавил, так раз, по-моему, stencils, или может декалями, вот эти ржавые потёки, другое дело, что распределение их, конечно, удручает, потому что, вроде как, вода должна сверху литься, то есть, с крыши уже должны быть эти потёки, они у него почему-то только с двери возле стекла, вот, то же самое, вот, слева от двери, там какая-то заглушка стоит, не знаю, бензобак, не бензобак, в общем, под ним есть, это ржавчина, да, над ним нету, казалось бы, да, не, не, министра очень печально, но и бензобак, да, то есть, в одном месте почему-то есть, в другом нету, вот, рафнез же самый здесь, вот, рафнез странный, стандартный генератор, дерево, слишком сильная нормалка, то есть, если это нормалка, то можно опасить и у неё уменьшить, чтобы не было вот такой прям, чересчур, да, чересчур сильной текстуризации, потёки сделаны, кстати, это не с тенцилом, это вроде бы в пейнтере есть, у филейра можно наложить, генератор такой, через дизайнер он сделал, сделан был, там можно, да, можно генерить вот эти вот потёки, разной длины, там, блюрить их, всё в этом роде, то есть, это с тенцилом, скорее всего, тут были сделаны какие-то, хотя, вот эти вот пятна зелёные, ну, то есть, они выглядят прикольно, потому что, как будто тачку красили, да, и, но, мне кажется, у этой машины самая большая проблема, это вот износный джах, во-первых, он странный, он коцанный, и он очень отделяется, грязи не хватает кардинально, то есть, пыли какой-то, почему он блестит, это леденец какой-то, сладкий или что, то есть, очень странная рафность, по факту, иногда не хватает, вот это вот, я не видел эту канистру, она выглядит очень странно, на ней эджи, то есть, как будто, вообще не запекались, но я вижу, что есть запечка, но она очень тонкий, тут BVL был сделан, скорее всего, поэтому это требует определенной доработки, да. Геометрия, опять же, ты правильно сказал, эджи, опять же, вот этот стандартный дёрт на колесах, не хватает тут износа, это вот, как бы, работу надо продолжить, я считаю, что это, что предыдущее, вот с пистолетом а-ля метро, старт хороший, но надо продолжать, надо доделывать до конца, вот, надо разбираться в этих вещах, потому что, как раз на подобных фидбэках и учишься. Да, плюс у фар самих, но опять же, да, несмотря на то, что тут геометрия ОГО, вот этого фонарика, наверное, больше полигонажа, чем у колеса, я не знаю, то есть, очень заслуженнее смотрится, тут такая деталь, я, к сожалению, не могу рассмотреть, именно само строение фары, как он там сделает эту текстуру мото, потому что у таких грузовиков, там прям определенный паттерн, вот этих вот отражающих деталей, которые внутри, было бы интересно посмотреть, но тут с этого ракурса не так уж и видно, то есть, да, в принципе, ну, опять же, топ-даун, какая-то грязь, почему вот это вот все очень чистенько, тут как бы колеса, они соприкасаются с землей, тут вроде бы есть какой-то, видишь, что темнее, нежели сверху, да, якобы оно есть, но на колесах этого не замерзает. Плюс еще можно промять, уже, кстати, потом, после всей работы на текстуринге, то есть, вы берете уже готовую лоу-поли модель и вот, как бы грузовик, он же имеет какой-то веста, причем немалый, и шину можно было немножко приспустить. Да, 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 чтобы она не идеально округлая была, а у земли такая более сплюснутая, это придало бы немножко реализма. Плюс, я не знаю, то есть, это, конечно, может быть во все тяжкие, но опять же, там тот же самый металл, как известно, это самое сложное, ну, то есть, я говорю про зебраж, самый сложный материал это зебраж, потому что в зебраше вы в первую очередь должны передать без текстур, чтобы чувствовался серфусть, да, непосредственно, и здесь тоже самое, какие-то детали, можно было бы, там, не знаю, какие-то помятости рандомные, да, не супер интенсивные, но хотя бы наличие их, это же, не знаю, это же не Porsche новый с завода, извините меня, это грузовик, который сходился в эксплуатации, который ездил, у которого, естественно, он ездит по камушкам, он ездит по детальному, во-первых, очень мало царапин, они тут есть, но они очень нелогичны, что это за камень, который, не знаю, вот, например, если говорить про ту же самую, вот, царапин она есть, это окей, но здесь почему она такая супер ровная, очень странно, это камень, кто-то из супергероев пульнул, чтобы он прям так, ну, странно, просто я об этом говорю, кардинальная нехватка, вот, царапин, износа, того, как он есть на машинах, опять же, если вы делали по рифам, опять же, давайте, блин, у меня нет модели этого грузовика, он не написал, к сожалению, я бы зашел, посмотрел, а ну-ка, может быть, гугл картинки смогут найти, я хочу посмотреть просто референс, как он выглядит, и, ну, то есть, анализ рефа, вот просто это все, что у вас есть, у вас техническая составляющая имеющая, то есть, вы знаете, как делается то-то, 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 вы умеете это делать, у вас есть заготовленный материал, для базы, да, какие-то, то анализ рефа, что эта модель делает, что делает этот грузовик, этим грузовиком, блин, к сожалению, не могу найти, такие детали, можно, кстати, как пример использовать работу, есть такой художник, Андрей Михайлов, он тоже на метро работал, вот у него много таких тачек, ну, по метро, да, фарфолио, вот, тут еще такой момент хотел добавить, везде зеленый вот этот материал, что у нас деревянные столбы зеленые, что у нас сам кузов зеленый, вот, нужно как-нибудь еще черный, допустим, вот этот бампер передний черный, вот этот порожек, на котором канистра стоит черным, тоже можно было сделать, сам бензобак, какой-то, да, нужно разнообразие. Ну, да, это просто, то есть все работы, которые мы рассматриваем, 90%, вот все, что я говорю, вот цветовая вариация, как бы, недостаточно зафилить одним цветом, вот таким вот, сверху там добавить чуть-чуть ржавчины, вот такой зеленюшки, все, нет, у самого цвета, то есть у слоя краски, у него есть там цветовая вариация определенная, плюс глобально есть цвет, то есть у баг будет по цвету, может быть темнее, чем кузов, а дверь может быть, то есть почему они все по тону одинаковые, то есть можно их разбавить, они уже будут не такими монолитными, плюс вы должны понимать, даже если это модели из реального мира, можно что-то в этой модели определенно выделить, те же самые вот эти вот деревяшки, их можно покрасить не в такой цвет, а более, ну, немножечко другой, зеленый, но может светлее, то есть опять же, пальцем в небо, надо смотреть рефы и думать, что вот, например, прикольная тачка, я недавно ее опять рассматривал, которая и изнутри, то есть видим, чувствуется, что это реальный металл, опять же, эта тачка у нас, которая вот здесь, она не из селены метро, она не, ну, она не пережила постапокалипсис, да, и какие-то очень жесткие условия, даже учитывая все эти детали, то есть смотрите, какая тут разнообразие именно по металлу, по поверхности, она никогда не идеальна, ее на заводе же клепали, да, каким-то образом, да, и оно не будет такой идеальный, такой идеальный, но может быть только, не знаю, каких-то симуляторах по гонкам, да, где там прямо завода, людям присылают, можно было опять же вот эти вмятины, тоже на стадии текстуринга, добавить просто канал, точнее слой с одним каналом, хайд, и добавить какие-нибудь бампы, что-то можно было пойти в ZBrush, ну да, пойти в ZBrush, сделать plane, его помять кое-как, да, потом там же есть материал, именно нормалки, я иногда так и делал, когда мне было лень, там есть прям материал нормалки, просто скриншоты ZBrush, ну я могу, у меня 4К, поэтому мне там нормально, это все, загружаете в Painter, и микшите к нормалке, который у вас уже есть, то есть это все делается, то есть если вы на, ну а в основном надо типа ZBrush, вы что, зря в ZBrush идете, вы идете в ZBrush, только чтобы сделать фаски, извините меня, как бы, экономьте свое время, и цените себя, вы идете в ZBrush, чтобы сделать хороший серфиш, ну то есть, нафига идти в ZBrush, то есть там, элементарно, если бы не нужно было сделать фаски, эти фаски, то есть, вот это вот ощущение, просто делается двойное бевел, и софты, то есть так раньше иногда, когда они хотели делать нормалку, в старые времена, так делали вот фаски таким образом, бевели и сделали софты, когда в падлу было, ну вы же идете, извините меня, в ZBrush, не зазря, опять же, если вы не можете это руками, с помощью обычной кисти заскульпить, идите на ArtStation, купите кисти, там, металла, или же, там, не знаю, мы иногда, ну чисто по приколу, там у нас есть фотики для фотограмметрии, мы идем там на какой-то ангар, или какая-то металлическая поверхность, или вот элементарный пример гаражи, просто, это же кусок металла, просто фоткаешь, сканишь, у тебя уже есть какие-то крутые кисти, неоднородные, чтобы у тебя не было ровной поверхности, как здесь, ну ладно, опять же, просто с опытом все приходит, безусловно, опять же, все, что мы говорим сегодня, это не является какой-то абсолютной метр, нужно понимать, что люди всегда находятся на разных этапах становления, да, и поначалу все мы делали плохо, просто для этого мы делаем ревью, и для этого нужно находить наставников, чтобы они указывали на какие-то элементарные ошибки, потому что таким образом вы будете делать продолжительное время, одно и то же, не зная как, ну по-хорошему как, то есть, к этому люди тоже приходили, просто анализируя окружающий мир, то есть, как там выглядит эта деревяшка, опять же, как там это все выцветает, как это выглядит, но этим занимаются художники, только спустя какое-то время, да, а мы вам сейчас это говорим просто так, как это делается адекватно, да, как это стоит делать, то есть, раньше, не знаю, графикой было заниматься много сложнее, чем сейчас, сейчас у вас куча кистей, куча всего, то есть, как бы и материалы готовые, и в интернете куча фоток можно найти, то есть, опять же, вопрос только, вот, вот, вот элементарно, вот куча всего, помятость, не один ровный металл, кстати, очень прикольно, они тут куски повырезали, но это, короче, fuck games, как бы, так, ну, что-то еще есть сказать по этой тачке, или идем дальше? Да нет, идем дальше, так, идем дальше, пу-пу-пу, пу-пу-пу, следующая работа, это у нас такой вот, магнум, кстати, скорее всего, он сделан по тутеру от CGMA, там художник вроде бы из Activision, если мне не изменяет память, сейчас я посмотрю прям, я просто сам этот тутер как-то-то смотрел, ну и было интересно, как, есть же два туториала, ладно, три может быть туториала, по которым люди учатся делать пушки, это туториал по Глоку, да, самый известный, наверное, который любой, только леднивый, не посмотрел, и есть, ну, CGMA, естественно, как бы, добрый вечер, так, подожди-ка, games, я хочу посмотреть, ну, это, скорее всего, прям в 1.1 это он, потому что я помню, что тут точно такой же был, а, блин, тут на этом, наверное, не покажут, а, нет, они тут разные пушечки делают, понятно, ну, короче, чтобы вы знали, в туторе они делают прям Глок, а здесь, а, вот он, например, да, допустим, просто люди, вот он, ладно, ладно, забейте, но в туториале показывают именно этот маг, но можете мне поверить, что по нему, я скажу, что по материалам, по визуалу, это самая лучшая, ну, одна из лучших работ, но она, опять же, не лишена каких-то недочетов, опять же, самая глобальная ошибка, это, это рафнес, он абсолютно непонятен, не ясен, то есть, если посмотреть, якобы, ну, во-первых, плюс, прикольное оформление, ну, интересно сделано, вот это вот, именно аватарка, прям, заинтересовало меня, зашел, посмотрел, но можно было бы здесь тоже как-то подоформить, очень прикольно, в целом, что я хочу сказать, что работа над рафнесом стоит проделать намного больше, нежели она есть сейчас, то есть, это неплохо, но это сойдет как для базы, да, есть какие-то микромоменты, именно по текстурам, которые бы эту работу вытащили на свящий уровень, что ты по ней скажешь, что думаешь? Ну, да, рафнес, очень, яркая вот эта рукоятка, практически однородная в рафнес-канале, ну, на клоузапах, конечно, видно, что, да, тут есть контраст, но издалека он не так ощущается, и я бы еще альбедо тут тоже поменял бы, сделал бы, опять же, края более светлыми, где промыкает к металлу, вот эта пластиковая часть более темными, шов, может быть, проработал, потом на некоторых клоузапах видно угловатость, рукоятки тоже заметно, то же самое идет к самой металлической части, вот на последнем шоте, ну, вообще какой-то чуть ли, такое ощущение, как будто он какой-то в воде или маслянистой жидкости полностью находится, но тут вообще хорошая база, я бы что бы еще советовал, во-первых, взять вот эти вот stencils и как раз, и доработать edgeware, потому что, в принципе, начало хорошее, но пока глазу здесь зацепиться не за что, то есть, здесь опять вот этот, однородность материала, здесь видно, что он использовал какие-то текстуры, может быть, даже вот эти платные, пластик тоже на коллиматоре, коллиматор он называется, прицел, да? Да-да-да, коллиматор. Я помню. Вот, возле стекла можно было добавить опять грязь по АО, следы от пороха, следы от масла на стволе, отпечатки, знаешь, вот я не заметил, кто-то отпечатал. тут еще какой-то, смотри, вот здесь вот, блин, не знаю, как это деталь, это вроде бы не спусковой механизм, а чтобы оно не выстрелило случайно. Предохранитель, наверное. Да-да, предохранитель, тут видно что-то странное, это ли АОшка, или нормалка, какая-то волнитость. Не-не-не, мне кажется, это просто свет так лег в Мормосетте. Ну, может быть, да, кстати. Ну, да. Кстати, вот по поводу вот этих вот очень жестких теней лесенкой в Мормосетте, в четвертом, по-моему, там уже лучше реализовано это дело, но раньше, как делали, просто, в основном, как все делают источник света в Мормосетте, просто берут и мышкой тыкают вот эти вот лампочки, не направленные на самой карте окружения, да-да-да, наставят их 10 тысяч штук. Ой, я не знаю, это очень странная тема, это вообще не контролится, это настолько рандомная херня, я вообще не люблю ей пользоваться. Обычно у меня есть какой-то сетап обычный, адекватный, там типа Key Light, Fill Light, но зачастую надо, ну, типа, вы так долго делали модель, вам что сложно, просто Point Light и парочку, ну, то есть у вас там можете два вида сделать, один какой-то основной ракурс, а вторым летать, выставлять эти лампочки, там три-четырех источников света хватит вот так вот. Главное, да-да, ну, я просто что хотел сказать, чтобы не было вот этих вот жестких теней, лесенкой, там есть функция добавить, как бы, вот этот Point Light геометрия, его за скейлить по X, по Y, по Z, он за счет этого теряет немножко в интенсивности, но тени у вас становятся более гладкими, то есть пропадает вот этот эффект лесенки, надо от освещения. Да. А так, да, работа хорошая, надо теперь дорабатывать детали. Ну, детали, да, именно с тенцилом прорисовать какие-то уникальные вещи, плюс поработать с Рафнессом, и возможно еще поработать, ну, блин, Рафнесс, конечно, вот просто я когда вижу на каких-то блестящих вещах обычную гранжу или клауд, ну, клаудс или какой-то перлин, знаешь, такой прям отвратительный, это с разотращение вызов. то есть не к этой работе, просто это выглядит странно и неестественно, да, то же самое. Я бы еще в этой работе бы сделал барабан тем же материалом, что спусковой крючок и курок. Вот, мне кажется, интереснее смотрелся, не знаю, как там, ну, просто, как бы, да, по дизайну, глаз хотя бы приковывался к этой части, а так, получается, у нас есть пластик, у нас есть черный металл и совсем чуть-чуть вот этих вот металлических, хотя вот, металл на курке и спусковом крючке, мне он гораздо больше нравится, чем вот этот черный. Вот, кстати, еще момент, вот, вот эта зона, сейчас скажу, на каком, на втором скриншоте сверху, зона, где черный металл уходит в рукоятку, вот она, кстати, хорошо проработана. здесь, да, да, вот здесь вот, рафнос я вижу, здесь есть что-то типа пыли, вот эта зона неплохая. Но они вот тут продольные, видишь, какие-то еще, да, 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 направлено, как на пушкам. Барашинг. Ну да, 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 они же так и делаются. Просто типа, если вы занимаетесь созданием оружия, извините, вам нужно хотя бы понимать, как их на заводе делают и какие детали на них остаются. Но мне на самом деле из этой всей пушки, ну, больше всего нравится коллиматор, он довольно-таки выглядит симпатично в этом плане, этот желтый цвет, он, правда, блин, я не знаю на самом деле, каким образом работает коллиматор, как он высвечивает этот, вот там, не знаю, треугольничек или что там есть, надо будет прогуглить, это узнать. Но выглядит он довольно-таки интересно. Вот еще какие-то деталики есть на нем прорисованы. Но опять же, это же оружие, это Hero Asset, который перед лицом у игрока, поэтому он требует более тщательной проработки, нежели там обычные пропсы в сане, которые раскиданы. Так, ну, на этом все. Последний момент, еще хотел бы обратить внимание, когда оружие делаете, вот тут есть у него вид, как в игре, то есть от первого лица, вот, максимальное внимание как раз уделяете вот этим видимым зонам. То есть, почему нам это важно? Потому что, допустим, половину пушки, вот слева, можно перекопировать направо, потому что с правой стороны она практически в игре видна не будет. Вот, то есть, уже текстиль мы увеличиваем. Плюс, здесь вот надо как раз добавлять вот эти всякие детали а-ля отпечатки, всякие потертости, всякие, резючку и прочую ерунду вот на вот эти видимые части, которые будут видны игроку. Ну да. Не, но это верно, вообще в целом, если вы там делаете какой-то топ-даун шутер от третьего лица, который там непонятно, не, обычно же они как делают, у них же есть стандартная камера, которая вид сверху показывает, как она выглядит. Естественно, если вы делаете оружие, которое будет в игре игрока вот так вот стоять, да, нужно эти детали прорабатывать. Обычно все пушки зеркалятся, потому что правую часть никто не видит. И это большая проблема, потому что, не знаю, то же самое в Warzone, там у многих пушек снизу видно вот это вот. Они же скины там разные делают, эти там бабочки, боже мой, какие-нибудь там разнообразные бывают. Но обычно это пытаются скрывать. Если там брать то же самое пушки, ну то есть это по возможности, если вы сможете это зеркалить, то надо зеркалить. Те же самые пушки из метрохи, я так понимаю, там есть какая-то основа, которую они могут зеркалить, да, а все остальное, но у них там настолько уникальные детали, что особо не позеркалишь, наверное. Надо просматривать. Так. Ну-ка. Эли 3D. Ну, странно. Как они могли такое сделать? Ну, я в плане то, что она презентация выглядит очень как-то очень, очень странно. Так, ну ладно, это Эли 3D мы не рассматриваем сегодня. Вот, даже какие-то вещи, там, не знаю, основу, да, деревянную ручку на зеркальце с Ленопор. Так, ну, в принципе, на этом все. Александр, может, какое-то настояние молодым художникам, какой-то совет на будущее, что, не знаю, мудрость какую-то, всемирную. Не знаю, там, читайте документацию от начала до конца, Мама, слушайте, там, да. Особенно, если у вас, мама, лид 3D-артист какой-то. В общем, изучайте референсы, изучайте уроки, причем, урок прошли, вот, ты говоришь, это по CGMA курсу, вот, лучше для закрепления, вот, ты эту пушку сделал, теперь попробуй другую пушку сделать, по которой нет урока, но на основе тех знаний, которые ты из этого курса вынес, посмотреть, вот, как бы, что тебе это дало. Потом, пользуйтесь всякими комьюнити, где вам дадут фидбэк, я имею в виду, дискорд сервера, или, династии, пайр, тот же полик каунт, да, 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 полик каунт, династии, пайр, у нас, дискорд канал, тоже есть ссылочка внизу, там, да, еще важный момент, мы, как бы, это в выпуске не затронули, но, вообще, конечно, надо было бы еще посмотреть, как вот эти работы выглядят в портфолио, то есть, немаловажная часть, это, сама превьюшка, вот здесь она хорошая, потому что зачастую, там, допустим, работа хорошая, а превью херня, и просто народ ее не замечает, в общем, потоке, не, ну, превьюшка классная, можно вот ее сейчас посмотреть, да, превью, кстати, там прикольная сейчас, она даже в топе, вроде бы, какой-то момент был, сейчас я пооткрываю, так, ну, тут у Мартара выглядит странно, тут нет, а где, ну, церковь все всегда очень прикольно выглядит, просто, если это как объект для какой-то флассимулятора, то он вполне достойно на дистанции выглядит, очень интересно, да, вот, издалека это все выглядит хорошо, а когда начинаешь рассматривать в деталях, конечно, тут уже магия пропадает, ну, но в целом, просто хочется всем сегодняшним художникам пожелать удачи, не останавливайтесь, вот, процесс обучения, он бесконечен, и топовые художники продолжают учиться, всегда открывать что-то новое, и еще такой немаловажный момент, даже если вы там, допустим, занимаетесь оружием, или вы занимаетесь чисто зданиями, всегда смотрите какие-нибудь смежные соседние области, даже в том числе какую-нибудь персонажку, всегда можно что-нибудь почерпнуть от других художников из соседних областей, какие-то приемы перенять, какие-то дополнить, это все как бы разовьет вас, как профессионала. Ну, согласен. Так, ну, на этом все, Александр, спасибо, что пришел, с вами сегодня было, спасибо, что пригласил, Александр, Илья, всем хорошего дня, вечера, когда вы нас смотрите, и присылайте свои работы на ревью, в нашем Искурд-канале, есть отдельный чат, куда вы можете скинуть свою работу, и мы его посмотрим в следующем выпуске, в следующем госте. Всем пока-пока, хорошего настроения, всего самого лучшего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok